Здесь, у вечных отрогов Кавказского хребта, на Кубани, в 21 веке состоялось явление исключительной новизны. Возникла школа, аналогов которой в мире никогда не было и нет ныне. В этой школе дети обучают наукам детей. В этой школе ученья, гастроли с концертами, спорт и производственный труд рядом идут. В этой школе ученики аттестата запросто получают в 13-14 лет, а в 17 заканчивают один вуз и поступают во второй. С уникальной школой на Кубани мы знакомились как с неизвестной планетой. Необъятное в ней за три дня не объяли, и потому не станем судить, прекрасна она или ужасна, а просто в нашем фильме представим школу такой, какой нам довелось ее запечатлеть непредвзятым оком – живым и электронным. Все эти школьные здания средь предгорных сопок в кубанском селе Текас возведены, отделаны и украшены изнутри настенной живописью не мастерами со стороны, а самими учениками. Каждый учебный и жилой дом школы одухотворен, каждый имеет название, придуманное юными строителями. Вот этот дом лабораторий именем своим обязан тем ученикам школы, которые с рассветом принимались расписывать картинами внутренней стены и арки верхнего этажа. Они по утрам встречали на строительных лесах восход солнца. И с первыми его лучами, сквозь широкие окна, испытывали нечто такое, что подвигло их ударить единым челом перед коллективом. Пусть сей дом будет озарением. Детский коллектив школы, устроенный подобно казачьей общине, мог бы на круге сходя тщеславное вроде бы намерение авторов картин отвергнуть, но не отверг. Единодушно озарение узаконил. Почему? Ответ на этот вопрос мы не искали специально. Он сам к нам пришел уже в первый день нашего обитания в коллективе. Уникальная школа в Текасе живет под флагами России, Кубани, Русского военно-морского флота. И имеет вывеску – лицей-интернат Российской академии образования. Она финансируется из федерального, а не из муниципального или регионального бюджета. Статус у нее особый. Обязанности, как и у любой полной средней школы страны. Лицей в Текасе имеет точно такой же заказ государства и общества, как и вся школьная система России – сеять разумное, доброе, вечное. И он все это сеет, но сеет таким разнообразием способов, которые в обыкновенной голове туго укладываются. Кто есть кто перед нами в этой комнате с живым огнем? Я Летка Елизавета, мне 12 лет. Приехала из Псковской области, город Печорок. Меня зовут Шарина Мария, мне 11 лет. Приехала из набережных Сурук. Я Кушман Саннастасия, мне 14 лет, я приехала из Теренбурга. Эти девочки в их родных городах к искусству народных промыслов не были причастны. Теперь им увлеклись и через узоры в стиле хохломы научились так дарить радость себе и окружающим, что невозможно не залюбоваться. Сверстников-мастериц, поднаторевших в хохломских росписях, в Текасском лицее не призывают не обижать малышей. Им здесь дают шанс быть готовыми защищать малышей всегда, когда надо. Младшим ученицам лицея ничто не мешает научиться всему тому, что уже умеют ученицы-старшие. Защитники малышей, как правило, из года в год идут к тому, чтобы стать достойными защитниками Отечества. Тех учеников Текасского лицея, которых мы сейчас видим, жаждут взять на службу командира спецназов ВДВ и морской пехоты. Эти парни в школьные годы вряд ли бы достигли такого спортивного уровня, если бы не научились помогать друг другу. И дружбой дорожить так же, как дорожат ею в боевых братствах. В швейной мастерской лицея эмоции не искрились, как в спортзале. В ней дети тихо сплетали венки, тихо краили ткани, тихо стрекотали на машинках. Но дружба и там витала. Чтобы совместно сотворить такие ожерелья и такие костюмы в лучших национальных традициях, надо уметь и дружить, и дружбой дорожить. В лице Текаса, в отличие от иных общеобразовательных школ России, не только рукоделие и спорт, но и хореографии и пение не вспомогательные, не дополнительные, а основные учебные дисциплины. Лицеисты, преуспевающие в песнях, танцах и рукопашном бою, не стесняются и не ленятся демонстрировать свое мастерство по всей стране. Их ансамбль «Колокола России» уже выступил на сценах 19 городов. Ему рукоплескали в Сочи и Ростове-на-Дону, в Москве и Санкт-Петербурге, в Рязани и Вологде, в Казани и Перми, в Омске, Хабаровске и Владивостоке. Мы видели множество адресованных ансамблю благодарственных писем, в том числе от губернаторов и командующего Тихоокеанским флотом. Нам довелось убедиться, Текасский лицей опровергает расхожую присказку – каждые руки по своему хватке, в каждой голове свои задатки. И доказывает – у каждых рук полно хваток, у каждой головы обильно задатков. Просматривая кадры семичасовых съемок в лицее, мы обнаружили – разные его ученики блистают в разных занятиях. Все дети вовлечены в деяния, и всем им в деяниях же предоставляется возможность испытать то, что сродни озарению – просветление и радость в самовыражении. Поэтому ничуть не удивительно, что детский коллектив лицея понял и принял желание авторов картин в Краснокирпичном доме назвать его «Озарением». Лицей в Текассе – это неизменная, неприходящая стройка. На одном здании, говоря казенно, введенном в эксплуатацию, дети наводят лоск снаружи. В здании другом, застекленном и отепленном, они ведут внутреннюю отделку. В здании третьем, холодном пока, вкалывают на монтажно-сварочных работах. Производственный труд – также основная дисциплина в учебном плане Текасского лицея. Одаренные певцы и живописцы, талантливые танцоры и спортсмены обязаны здесь выступать как квалифицированные каменщики, штукатуры, плиточники, маляры, сантехники, сварщики, электрики. Ну а вредит ли разнообразие в жизни лицея постижению учениками основ наук? Или помогает? Чтобы подобраться к догадкам на сей счет, надо вникнуть в идеологию и особенности устроения уникальной школы. А это немыслимо сделать, не обратившись к личности ее идеолога и устроителя. Эти черно-белые кадры изъяты нами из телевизионного архива 1989 года. Они были сняты, когда Михаил Петрович Щетинин уже жил и работал на Кубани. Еще не в Текасе, а в Станице Азовское. Но учительству СССР он стал известен дерзким новаторством в Белгородской области. Там, в селе Ясные Зори, он создал небывалую в стране школу-комплекс, состоящую из пяти школ – общеобразовательной, музыкальной, хореографической, художественной и спортивной. Новая модель детского учреждения прижилась и продемонстрировала. Есть у ребенка простор для всестороннего развития. Есть у него перспективы взрастать с семью пядями во лбу и мастером на все руки. В 1979 году достижения Яснозоринской школы в развитии учеников отметили присуждением ей престижной премии Ленинского комсомола. Еще более дерзкое новаторство в селе Зыбково Кировоградской области Украины наградой для Щетинина не обернулось. Став научным руководителем Зыбковской школы, также превращенной в школу-комплекс, он ликвидировал в ней классноурочную систему обучения. Вместо преподавания фрагментов знаний по предметам на разрозненных уроках ввел к погружению предмет в целом на неделю или две-три. Эта методология тоже прижилась. Дети вгрызались в гранит науки гораздо быстрее, чем раньше, и не с тяжким напрягом, и не по принуждению, а легко и с удовольствием. У них высвободилась уйма свободного от учебы времени, которого им вполне хватало не только на занятия искусством и спортом, но и на производственный труд. Новаторство Щетинина, покушавшегося на подрыв, устоив многовековой классноурочной школы, на Украине было отвергнуто решительно. Но опыт, добытый им в Ясных Зорях и Зыбкове, ему позволили использовать в станице Азовской. Что в том опыте Щетинина было главным? Не новая модель школы сама по себе, и не новые методы преподавания. А что же? 1989 год. Говорит директор Азовской школы Михаил Петрович Щетинин. На каких основах мы строим свою работу? Точнее, хотим, чтобы она была построена. Это прежде всего принцип природосообразности. Бережность к природе ребенка. Обратив внимание на то, что дети у нас спят большую часть учебного времени, если помните Шацкого, он писал, 4 пятых учебного времени, дети спят на уроках. Мы так более мягко оцениваем, говорим, 2 третьих учебного времени, зная о том, что это ненормально, потому что есть такой закон оптимизации информации. Система всегда живая, стремится к информации, она избегает избыточности. Но никакая живая система не может быть в полусне. Мы на это обратили внимание. Считаем, что одна из причин этого нездоровья состоит в том, что мы постоянно работаем с одним каналом связи, через слово. Слово, знак. Если бы в школу пришел бы Гамлет, осмыслив все, что мы делаем, он сказал то же самое, что он сказал. Слова, слова, слова. Вот через чем мы работаем с человеком. Слова. Мы ему рассказываем, как надо любить Родину. Мы рассказываем ему, какие прекрасные у нас написаны произведения в области изобразительного искусства. Какие у нас композиторы. Мы рассказываем, как вообще надо жить на свете. К чему готовиться. Мы рассказываем, рассказываем, рассказываем. Потом вдруг вырастает учитель, и он рассказывает по рассказам о жизни. И так бесконечно вот рассказывающий, рассказывающий, и говорящий, потом болтающий, находящийся место в жизни. Поэтому мы хотим, чтобы школа была наполнена живой мыслью. Наши уроки 35-минутные, короткие. Чтобы каждая секунда была наполнена активной деятельностью. Помня, что гений — это энергия из ряда вон выходящая. Мы хотим, чтобы каждый следующий урок был бы развитием других информационных подсистем, не только ту, которую называем вербально-знаковой. Поэтому в нашем учебном плане предметы — музыка, изобразительное искусство, хореография, физкультура, на равных с математикой, физикой, химией, литературой. То есть на один час предмета, как бы сказали физиологи, вербально-знакового цикла, один час предмета — образно-эмоционального. Нам кажется неправомочно разъединять. Математика сама разрознена внутри себя, физика внутри себя. Мало того, они друг с другом не связаны. Поэтому интеграция, поэтому целостные курсы. Мы не хотим, чтобы учение было разрознено, разорвано на кусочки мелкой информации, чтобы ученик, доходя до 10 класса, не знал вообще, что было с ним и что есть такое мир, в котором он живет. Мы хотим, чтобы главным вопросом школы был вопрос о том, что такое человек, зачем он, что такое жизнь, как вообще жить, как действовать по-человечески, чтобы каждый урок был наполнением, новыми знаниями именно в этом направлении. Смысл жизни, склонность к первопризнаку, благодаренности, человек самодвижущаяся, удивительное чудо из чудес. Главным в новой модели школы Щетинина является новое мировоззрение, иной учительский взгляд на маленького человека и иное видение путей становления его личности. В потрясениях 90-х годов, которые отодвинули проблемы образования и воспитания на задворке общественного внимания, школа Щетинина в станице Азовской не отказалась от попыток строить свою работу по новой модели. Но против этого были не только обстоятельства времени, но и обстоятельства места. В 1994-м Щетинин с 40 педагогами и старшими учениками переезжает в Текас, в заброшенное здание на окраине села. С тех пор коллектив школы, обновляясь сам, обновлял и ее усадьбу. Новые дома в ней ученики проектировали и строили даже тогда, когда 6 лет подряд школа не получала ни копейки бюджетных денег. Менее чем за 20 лет в зарослях усопок самостроем был возведен комплекс зданий, в котором по распоряжению правительства России в 2010-м году учредили лицей-интернат комплексного формирования личности. Статус школы Щетинина капитально изменился. А изменилось ли также его творческое мировоззрение со времен работы в Азовской? На вопрос, на каких трех китах стоит лицей в Текасе, весной 2013-го Михаил Петрович ответил так. Ребенок – главное действующее лицо. Причем как феномен он явление первородно, божественное, космическое. Это первое. Второе – это отношение к родине. Мотивация не ради себя, не для себя, красивого, и симпатичного, а для Родины, для человечества, для мироздания, для всей огромности мира. В таких масштабах развивается человек, когда он себя позиционирует, что он часть некой целостности, которой он принадлежит и в которой он только в ней может процветать. Третье – постоянное устремление к цели, к смыслу, в непрерывном преобразовании всего того, что мы считаем своей жизнью, как окружающей средой, но все время держание смысла, держание цели. Многое из того, что в Азовской Щетинин имел лишь в размышлениях, в Текасе им проведено в исполнении. Ребенок в его лицее в 2013 году востребован именно как «целовек», как «целый человек», который заявляет здесь о себе как субъект деятельности в любых проявлениях и всенепременно в преподавании основ наук. Изучение общеобразовательных предметов в лицее Щетинина в Текасе, как и в его школах в Зыбкове и в Азовской, происходит через погружение в предмет. Если, например, в обычной школе ученик изучает химию 75 часов в течение года, то в Щетининском лицее он погружается в нее на 5-6 дней по 3-4 раза в год. Целый человек, ребенок, целый курс знаний по отдельным предметам, предусмотренный в программах полной средней школы, как правило, усваивает в Текасе за один год и успешно сдает единые государственные экзамены комиссиям в Геленджике. Дети, уверенные в своих знаниях по тому или иному предмету, становятся учителями других детей, закрепляя таким образом полученные знания. Кате и Маше по 11 лет. Но для тех, кто хочет овладеть знаниями по биологии за курс полной средней школы в течение года, они профессорши, и им доверено читать вводную лекцию при первом погружении в биологию. Мы хотим представить вам эту систему, как все разделы биологии связываются между собой. И рассматриваем нашу систему, начиная с клетки. Клетки в совокупности образуют ткани, из ткани образуются органы. Органы в совокупности образуют целостный организм, организмы объединяются в виды, из видов тоже образуется экосистема, и все эти структуры объединяют биосфера. Мы хотим начать с клетки, потому что клетка это структурно-функциональная единица всех живых организмов, кроме вирусов, потому что вирусы белкового настроения. Катя и Маша намерены в 13-14 лет получить аттестаты за полную среднюю школу, сдать все ЕГЭ и поступить в ВУЗ. У них нет сомнений, что так все и будет, потому что они ничем не лучше и не хуже прежних выпускников лицея, ставших студентами задолго до совершеннолетия. Меня зовут Анна, я приехала из Курска области город Железногорск в возрасте 12 лет. Я закончила в средней школе номер 8 своего города ровно 6 классов. Вот приехала и на базе лицея Российской академии образования за целый год закончила курс средней школы, то есть 11 классов. После того, как я получила аттестат зрелости, я поступила в педагогический вуз для того, чтобы полноправно преподавать на базе лицея, потому что в качестве учителя я выступала уже будучи лицеистом. И сейчас, в данный момент, я готовлюсь к госэкзаменам в защите дипломной. Летом я выпускаюсь, получаю диплом. Параллельно я поступила в Белгородский университет на специальность агрономия. Учусь сейчас там на третьем курсе, то есть и планирую очень серьезно заниматься проблемами села, земли и образования, естественно. Также есть две специальности ПТУ, это мастер отделочных работ и повар-кондитер. Ученики в лице Щетинина делятся не по возрасту, а по тому, кто уже усвоил предусмотренный школьной программой раздел знаний, кто еще не усвоил. И поэтому там нашему взору представали картины совершенно немыслимые в обычной школе. Малыша и почти юношу объединяет за учебным столом общая цель усвоить знания по конкретному предмету. Ученикам в лице Щетинина такое у нас сложилось впечатление, покой весь день даже и не снится. Посмотрите, с какой неуемной энергией обучают друг друга две подружки, которые перед учебой танцевали и шили. Так, давай сейчас повторим. Кем у нас была возглавлена первая русско-антактическая экспедиция? По идеям? Бинсгаузе и Михаилу Петровичу Лазареву. Смена видов деятельности в лице Щетинина и свобода при их выборе. Сегодня занимаюсь тем, к чему сегодня душа лежит. избавляет детей не только от усталости, но от того состояния сна нервных клеток, при котором они могут выполнять то или иное полезное дело лишь из-под палки. Мы застали в лице Щетинина отца одного из учеников, преподавателя Российского университета дружбы народов Валерия Прокопьевича Ивановского. Сын обучался в муниципальной школе, ну все школы муниципальные и у него всегда какие-то возникали проблемы. Сын нарушает дисциплину, сын не внимательный, там других подталкивает нарушение дисциплины. А вы должны что-то с ним сделать. Они говорят, ну вот надо вот к нему какие-то меры применять, наказывать его. Я говорю, знаете, у нас, к сожалению, семья не принято наказывать детей. Я говорю, как наказывать? Ну вот в угол поставить его там или стукнуть его, что-либо надо его поставить на место, то есть примите какое-то насилие психическое так называемое. До беседы с Валерием Прокопьевичем его сын Егор несколько раз попался нам в поле зрения. И мы и мысли не могли допустить, что он когда-то кому-то мог чем-то досаждать и что ему прописывались наказания ради саморазвития. Этот серьезный молодой человек Иван до января 2013 года имел серьезные интересы и все они не были связаны со школой, где он учился. На учебные предметы им тратился тот минимум сил, который обеспечил перевод со скрипом из 8 класса в 9 и удерживал от отчисления. После Рождества Иван прибыл в лице Щетинина. И что произошло дальше? Мне дали две недели и я должен был провести по занятиям как человек во всем лично себя показать. Это во время процесса смотрели, а потом мне сказали, что я принят. Я математику изучал, русский язык, химию, биологию. С каким настроем в эти четыре предмета два с лишним месяца молодой человек погружался, мы спрашивать не стали. Ибо нам уже было известно от его товарища по отряду Иван намерен никому в знаниях не уступать. Проснувшиеся у него желание учиться не объяснить, не окунувшись в атмосферу Щетининского лицея. Атмосфера, в коей нет принуждения и есть свобода выбирать деятельность по душе, располагает не только к понятным разуму успехам, но и к чуду. Она не просто пробуждает нервные клетки ребенка ото сна, но и иногда рождает в них тот творческий огонь, о котором прежде не догадывались ни сам ребенок, ни его родители, ни друзья. Анжела Мулоянова, приехавшая в лице Щетинина из Башкирии, не имела никаких навыков в живописи. И очень трудно поверить, что вот ей вдруг удалось за полтора месяца сотворить эту картину, не выбиваясь из обычного распорядка дня. Мне кажется, что каждый может это сделать, но не каждый может поверить в это, что он может. А здесь мне просто дали кисточку в руки, краски, и попросили нарисовать картину первую. Но это, конечно, был не конь, но все-таки большая. Я сначала немножко перепугалась, а потом решила, что надо сделать. Как вселился живописец в этого ребенка? Никому не ведомо. Всем загадкам загадка. Вот парни и девушки, которые, продолжая те или иные занятия в лицее, заочно учатся на ИСТФАКе Пединститута в Набережных Челнах. На этих кадрах их консультации с приехавшими к ним преподавателями Сергеем Васильевичем и Вероникой Вячеславовной Назаровыми. 90% недавних выпускников лицея приняты в ВУЗы. 18 человек из числа лицеистов зачислены в аспирантуру. Для тех аспирантов, которые решили надолго совмещать научную работу с преподаванием в лицее, на его территории построен дом. По отдельной квартире в нем получили аспирантки Анна Павлова и Татьяна Чемякина. Эти хрупкие красавицы отличны в знаниях, но каждый из них, как и любая выпускница лицея, умеет отлично танцевать и петь, шить и рисовать, укладывать паркет и штукатурить. Сильные парни в лицее по знаниям основ наук и мастерству в искусстве и труде вполне могут состязаться с девушками. У тех и этих есть условия для всестороннего развития. Но условия помогают ребенку вырасти ценным во всех отношениях человеком лишь тогда, когда в них есть духовные импульсы. Какие именно? Это само собой откроется, если мы снова обратимся к личности Михаила Петровича Щетинина. Он исполняет свои обязанности в лицее по принципу «Я управляю всеми, потому что служу всем и каждому». В лицее налицо культ. Культ взаимного служения. Когда другому человеку делаешь, то много радостнее, чем для себя все-таки. Когда я отдаю и не требую замену, просто отдаю и не любят. Я не знаю, как у кого, но я по себе так чувствую. Вы сейчас же делаете дом, заканчиваете для астралов наших, наших разработчиков. Так ведь, да? Да. Мне кажется, самое главное, когда вы видите, как здесь вы же дети, по этому полу ползают, смех детский звучит. Тут у камина сидят люди, радуются. Что-то в нас есть такое, что побуждает нас все время работать и работать и работать на улучшение качества жизни. У каждого из нас. Так я думаю. Во всяком случае, когда я зашел, посмотрел, как вы работаете, ну то, что хорошо, за вас хорошо, за себя хорошо. Правда? За всех нас. Наша Родина есть. Вы есть, вы работаете. Мотивом служения, служения друг другу, народу, Родине, ноосфере проникнуты все деяния в лицее производственные, учебные, внеучебные, бытовые. Лицей Щетинина это особая организация жизнеустройства и особая методология обучения и воспитания. Но и особая, незримо все движущая аура личностных отношений. Они строятся на основе заповеди Христа, зовущие взрослых уподобиться детям через освобождение от налипших на земле глупости разума. И в них ребенок не ограничивается в проявлении всесторонней и истинной божественной сути. Поэтому опыт Щетинина это прежде всего опыт раскрытия в детях животворящей энергии. А может ли такой опыт быть сегодня востребован в России? Я думаю, что архи затребована сегодня необходимость пересмотреть наше отношение к ребенку. Нам нельзя его загонять в социум. Нам надо прекратить эти страшные на мой взгляд представления о самой системе образования как нечто вроде рынка, где мы покупаем то, что этот рынок нам предоставляет. рынок образовательных услуг. Это ужасно просто. Дети это высшее то, чем мы все должны заниматься. Мы должны слушать ребенка. Сам феномен ребенка это божественное провидение. Это Господь через ребенка с нами беседует. Помните, будьте как дети и обретете Царствие Небесное. Почему-то мы сегодня вроде бы кажется повернулись к Богу, но вот не видим, что носитель божественного начала ребенок он пришел к нам для того, чтобы помочь нам, а не исполнить то, что мы капризно требуем с него исполнять. Надо слушать ребенка. Это пришло, это просто кричит. Из таланта слушать ребенка и находить созвучие с его душой рождается такое вот вдохновение в деяниях детей. Из таланта сотворчества с ребенком дети вырастают с такой вот гармонией внешней и внутренней красоты. Золотистая надпись начертана под куполом нового дома-лицея. Слова этой надписи изречены не салонным поэтом и не кабинетным философом-космистом. Они принадлежат терскому казаку и сельскому учителю, ныне академику российской академии образования Михаилу Петровичу Щетинину, в кабинет которого многие приносят такие вот иконы. Светопад вдохновения и красоты источается с небес нескончаемо. Но освещает он нашу жизнь только через тех, кто имеет дар воспринимать свет. А кому и почему этот дар дается тайно непостижимая? Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok